Флагманский автомобиль. Согласитесь, сознание сразу рисует какой-нибудь лимузин. Однако чехи называют флагманом «Октавию» в комплектации «Лаурин» и «Клемент». От обычных «Октавий» она почти не отличается. Внимание привлекают разве что ажурные 17-дюймовые колесные диски до шильдики, обозначающие комплектацию. В общем, внешность не впечатляет. Может, салон вызовет более яркие эмоции. В сравнении со стандартными версиями интерьер просто шикарен. Кажется, он даже пахнет по-особому богатым ароматом. Кожа первоклассной выделки. Она не только глаз радует, к ней и прикасаться приятно. Список включенного в комплектацию оборудования не хуже, чем у седана бизнес-класса. Раздельный климат-контроль, датчик света и дождя, ксеноновые фары, электроприводы водительского кресла. Подогревом снабжены не только передние, но и задние сиденья. Интерьер должен быть не только практичным, но и уютным. С этим у Октавии полный порядок. Шкода предлагает водителю проработанную эргономику, а пассажирам удивительный простор. Да и багажник здесь очень велик. Объем отсека 605 литров. Для хэтчбеков гольф-класса это рекордный показатель. А если и этого покажется недостаточно, то сложив задний диван, можно получить дополнительное пространство. Дизельные моторы в Европе ценятся очень высоко. Недаром флагманская Октавия снабжена именно таким. При двух литрах объема он развивает 140 лошадиных сил. Двигатель работает довольно громко, однако особого дискомфорта это не доставляет. Зато динамика вызывает сугубо положительные эмоции. Шкода буквально срывается с места и уже через 8,5 секунд стрелка спидометра минует отметку 100 км в час. Приятно, что даже при активной езде расход топлива не выходит за 9 литров на 100 км. Едет флагманская Октавия так же, как и обычная. Ничего выдающегося. Ведь подвеска здесь самая обычная. Адаптивных амортизаторов нет и в помине. Впрочем, и управляемость, и плавность хода серьезных вопросов не вызывает. Твердая четверка. Машина оставила неплохое впечатление, но 1 миллион 138 тысяч рублей за нее дороговато. Конкурентов в этом сегменте у Октавии предостаточно.